Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Хазбулатов и его посадочный талон. За что задержали министра экономики Дагестана сегодня в выпуске. Горный колорит в самой культурной столице страны. Петербуржцы смогли отведать блюда дагестанской кухни прямо в центре города. 9 тысяч жителей республики начали сегодняшнее утро с гимнастики. Рекорд по самой массовой зарядке был поставлен в Махачкале. Арестованный еще один чиновник Дагестана. Сегодня силовики задержали Османа Хазбулатова, министра экономики и территориального развития республики. Его подозревают в хищении 20 миллионов рублей. Известно, что Османа Хазбулатова уже допросили следователи. Более подробно об этом в сюжете по Симат Ханаповой. Талантливый управленец, отличный менеджер, да и просто хороший человек. Как только представители новой власти не называли Османа Хазбулатова. По сути, своего же назначенца, первого молодого чиновника, который стремительно вошел в новый кабмен, нового премьера. Многочисленные форумы, семинары, заседания. На всех площадках глава дагестанского альминойка подчеркнута рядом. Рядом с властью. Сам глава региона Васильев не разу упоминал его как эффективного руководителя. Хотя у бывалых экспертов о назначении Хазбулатова уже тогда вызывало вопросы. В таком проясняющемся небе была, как говорится, одна тучка с самого начала, которая выглядела так, что во время его назначения, примерно где-то в конце 17-го, начале 18-го года, два раза проходило сообщение через СМИ от правоохранительных органов, что Осман Хазбулатов может быть там, ну как бы, там бросался тем, что в системе МФЦ какие-то есть или хищения, или же, значит, мошенничество. Вот. И вроде бы собирались даже возбуждать уголовное дело. Человек, поднявший МФЦ, на МФЦ и попался. Официальный представитель МВД России Ирина Волк объяснила, за что именно Хазбулатов удалой в немелость к силовикам попал. Сотрудники полиции МВД по республике Дагестан совместно с коллегами из главного управления МВД России по северокавказскому федеральному округу задержали министра экономики и территориального развития республики Дагестан. Уголовное дело было возбуждено 21 апреля текущего года по факту хищения денежных средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров республики Дагестан. Задержали Хазбулатова прямо по прилету из Москвы в аэропорту Махачкалы. Сетевое издание АИФ Дагестан даже разместил фото билета и посадочного талона министра. И вообще аэропорт для многих дагестанских чиновников становится каким-то отрицательно знаковым местом. Напомним, здесь же задерживали бывшего главу ФОМС Магомеда Сулейманова. Отсюда же спецборта Москва забирала Гамидова и его команду, обставив все в лучших традициях экшена борьбы с мафией. Что происходит? Это вопрос, который сейчас волнует многих. Борьба с коррупцией, которая не щадит ни своих, ни чужих. Пока факт задержания никак не комментируют в администрации главы правительства Дагестана. Ну что же, как будут развиваться события, дальше покажет время. А оно сейчас тяжелое для всех чиновников. И вопрос, кто следующий, еще открыт. В Дагестане разыскивается подозреваемый в разбойном нападении. В поселке Манас человек в маске проник в букмекерскую контору и начал стрелять в охранника и кассира. Грабитель украл 70 тысяч рублей и скрылся. Позже прибыли сотрудники полиции. Ими были обнаружены три гильзы, отпечатки пальцев рук, следы обуви и видеозапись нападения. Сейчас пострадавшие охранник и кассир с огнестрельными ранениями нижних конечностей госпитализированы. МВД просит жителей республики в случае обнаружения какой-либо полезной информации для следствия обращаться по телефону, который вы видите на своих экранах. Полная антисанитария там, где живут люди. В Дербенте жители улицы Собновинская жалуются на мусорную свалку вблизи жилых домов. На протяжении долгого времени люди страдают от неприятного запаха. Большие грузы регулярно привозят и сбрасывают мусор в неположенном месте. Жильцы просят руководство города и прокуратуру обратить внимание на их проблему. Когда окна открываем, невыносимо дышать этим запахом. Мухой полно, крысы бегают. Это что, считается наш курортный этот город, да? Это что, свистство? Даже вода не идет в горло, потому что вот этот запах, он очень ужасный, невозможно. Тем более здесь у нас и рынки, и автовы, и все, люди здесь, только народу. Я не знаю, почему в самом начале города разрешили открыть вот такую свалку. Осторожно, клещи! В преддверии майских праздников Роспотребнадзор предостерегает граждан. В республике уже зафиксировано 102 случая укуса этими опасными насекомыми. Причем наибольшее количество пострадавших находится в Хасавьюртовском районе, Махачкале и Кизляре. Чтобы избежать укуса, населению рекомендуют не оставлять открытых участков кожи при прогулке в лесопарковой зоне. Укусы клещей передают очень опасные заболевания, которые чреватся для здоровья человека. На нашей территории, с территории Дагестана, распространена кунглокрымская лихорадка, клещевые эрикетезы, анаплазмоз и эрикетез человека, болезнь лайма. В этом году главным санитарным врачом Республики Дагестан дано предписание администрации Махачкалы о проведении акарицидных обработок, направленных на уничтожение клещей, зон массового отдыха людей. Это парк Ленинского комсомола, Радовский бульвар. Зараженные помидоры не пустили в Дагестан. В ходе осмотра одного из больших грузов на международном пункте пропуска Ярак-Казмоляр было обнаружено 15 тонн овоща с опасным вредителем – южноамериканской томатной молью. Она, в свою очередь, представляет угрозу как для урожая в поле, так и в закрытом грунте. Потери могут достигать от 50 до 100%. За попытку ввоза на территорию страны 15,5 тонн зараженных помидоров в отношении владельцев грузов составлен протокол по статье 10.2 КОАП Российской Федерации в отношении продукции принято решение о ее возврате в Азербайджанскую республику. В Дагестане продолжается ремонт дороги Маграмкент-Ахты-Рутул. Она связывает четыре района республики с Махачкалой и выходит на федеральную трассу «Кавказ». Работы были начаты еще два года назад. До 2018 года дорожники ввели в эксплуатацию 4 километра участка. В текущем году планируется завершить работы на оставшихся шести. Будет заменено полотно трассы и увеличена его ширина. Кроме того, установят дорожные знаки и ограждения. Отметим, в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в республике отремонтируют 290 километров участков автодорог. Сегодня по всей России отмечают 370-ю годовщину пожарной охраны. По случаю юбилея в Махачкале прошел автопробег, в котором были задействованы современные машины огнеборцев. Автоколонна стартовала от здания Главного управления МЧС. Конечной остановкой стала центральная площадь Махачкалы, где развернулась выставка пожарной техники. Ее можно было рассмотреть изнутри, побывав в кабине водителя, а также примерить боевую одежду. Этим поспешили воспользоваться и взрослые, и дети. Частичка нашей республики в культурной столице страны. День открытых дверей культурно-просветительского центра Дагестан прошел в Санкт-Петербурге. Гостям представили кулинарные, танцевальные и спортивные мастер-классы, в которых участвовали именитые спортсмены и стойлисты ведущих творческих ансамблей города. Обо всем по порядку расскажет Карина Баталова. Горный колорит в самом культурном городе страны. Такое сделали возможным наши земляки, проведя специальное мероприятие, отражающее всю многогранность дагестанской культуры. Все желающие в этот день могли отведать блюда дагестанской кухни и выпить настоящий чай из горных трав с медом. А кулинарный мастер-класс по приготовлению кураговой каши не оставил равнодушным многих гостей. Это очень вкусно. Очень сладко, но очень вкусно. То есть у нас такого сладкого как-то, да и нету практически ничего. Вот я не очень люблю сладкое, но это было очень вкусно. На самом деле здесь я практически никого не знаю, но приняли как родную. Очень мне это понравилось. Дагестанская сувенирная продукция в окружении старинных предметов быта республики стала настоящим подарком для посетителей, где для каждого была проведена мини-экскурсия. В числе гостей и заместитель главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Владлен Родионов, которому согласно традициям кавказского гостеприимства были вручены памятные подарки дагестанских мастеров. Я на самом деле первый раз посетил подобный центр. И как мне сказали, что это единственный такой центр в России, не только в Санкт-Петербурге, но и в России. И на самом деле я очень рад, что этот центр именно на Василеостровском районе. Потому что мы один народ, для нас очень важно. Вот, например, я вчера изучал историю Дагестана, я смотрел, что во время Отечественной войны 200 тысяч дагестанцев пошли на войну, больше половины не вернулись. Они бок о бок бились и с русским народом, и с грузинами, с армянами защищали нашу страну. А потом после этого вместе строили. И Дагестан, и Россия, мы сейчас вместе идем. Сейчас очень главное доносить вот это вот для будущего поколения. Вот, как я и сказала, да, вот эта дружба народов, толерантность, это начинается со знакомства. А знакомство именно вот в вашем центре и несет такую нагрузку. Это очень важно. В самой доброй сакле Петербурга, как ее называют наши земляки, в этот день можно было увидеть людей разных профессий и возраста. Все они наши земляки, которые сейчас проживают в Петербурге. Очень приятно видеть, конечно, родные лица. Вот это такая теплая обстановка. А вот этот зал мне напомнил Ахтынский краеведческий музей, который несколько раз занимал первые места. Так случилось, что мой дом напротив этого музея, и он как бы родной. И я тут увидела много чего, что я там видела. И, кстати, увидела кинжал, который есть у нас. Такое ощущение, как будто ты поехал домой и находишься там с земляками. Поэтому с 2012 года я познакомился. С тех пор, скажем так, постоянно на связи, постоянно с ребятами. Поэтому все как бы домашние условия, скажем, тут. Поэтому, алхамду ля, живем как дома. Поэтому всем нашим землякам салам. Также в рамках мероприятия для молодежи был показан фильм об известных дагестанцах, проживающих здесь. Представлены уроки национальных языков. И был организован круглый стол. Представители власти, общественники и гости из других хавказских республик обсудили проблемы, с которыми сталкивается молодежь и обменялись опытом. У нас создана у трех республик. Это республика Дагестан, республика Чечня, республика Ингушетия. Создана комиссия в составе по пять человек от каждой республики, где представлены и официальные лица, и представлены религиозные деятели, и совет старейшин по одному человеку, и от молодежи. То есть по пять человек от каждой республики. И вот именно в этом центре мы приводили к рукам наши молодежи, которые где-то как-то что-то не поделили. И это все делается, конечно, благодаря, в первую очередь, Всевышнего Аллаха, но и благодаря нашему брату-земляку Исаагаджи Османову, который, в первую очередь, являясь сыном, достойным сыном своего народа, выделил и построил вот такой центр. И побольше нам таких людей, как Исаагаджи, я думаю, у нас по всей России был бы мир, взаимопонимание и процветание. В целом, День открытых дверей позволил по достоинству оценить все многообразие духовно-исторической ценности республики Дагестан, почувствовать гостеприимство и окунуться в атмосферу горских народов России. В конце организатор этого мероприятия, чередитель культурно-просветительского центра Дагестан, наш земляк-меценат Исаагаджи Османов, поблагодарил общественников за оказанную поддержку в проводимой работе и вручил им памятные медали. Карина Баталова, Абдулла Алиев, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Санкт-Петербург. Руководители группы паломников на предстоящую хадж-компанию выбирали в Махачкале. Около 300 человек прошли тестирование на знания обрядов хаджа. Они уже освоили необходимые курсы, на которых будущих паломников обучали обязательным действиям и суннатам. Также им рассказали о значимых местах на территории Мекки и Медины. Отметим, руководитель группы паломников – это человек, в число обязанностей которого входит организация встречи, предоставление транспорта, жилья, питание и так далее. Второй республиканский конкурс «Золотые правила нравственности», организованный муфтиатом Республики Дагестан, подошел к концу. Финал состоялся в ДГИ и ГПК среди учеников школ и студентов СУЗа в Республике. В заключительном этапе конкурсанты должны были в виде презентации рассказать о своей будущей профессии. Подробности у Абдулла Алиева. Конкурс проводится уже второй год подряд. Он собрал самых талантливых детей и подростков со всего Дагестана. В нем приняли участие ученики из более 30 школ и студенты из 15 образовательных учреждений Республики. Его главная цель – повысить духовно-нравственную культуру и привить любовь к родине у подрастающего поколения. В прошлом году были номинации и для сотрудников, и для руководителей образовательных учреждений. В этом году тема немножко изменилась. За основу была взята тема «Край мой родной Дагестан» и охват был больше. Основные цели и задачи – это привитие нравственных качеств подрастающему поколению, чтобы они проявляли любовь, патриотические чувства к своему народу, к своей малой родине, к большой родине. Конкурс проходил в три этапа. В первых двух ребята показывали знания об истории родного края. В финале им нужно было убедительно выступить с презентацией о своей будущей профессии. Оценивалось не только содержание выступлений, но еще и подача. Прежде всего, я даже когда думал перед конкурсом, я для себя сам решил, что буду рассказывать действительно только правду, то, что действительно есть. И буду разговаривать просто, не буду ничего придумывать и ничего такого заумного, а просто скажу то, что я сам думаю. Вот как я думал, и это мне помогло. Я выбрал очень такую редкую профессию – это квантовый инженер. И она немного даже сложная. Ну, я надеюсь, что я смогу достичь цели, иншала. Но если в каждом соревновании есть свои победители, то в этом точно нет проигравших. Все ребята отмечают, что во время прохождения этапов конкурса они узнали много нового. А главное – сумели раскрыть себе потенциал, который понадобится им в возрослой жизни. С выбором профессии, как показал финал, они уже определились точно. Я узнал, что вообще изнутри, что такое журналистика. Я так-то знал поверхностно, а сейчас знает полностью, что такое журналистика. Мне он очень понравился, и я больше узнала о своей родине, о своем Дагестане, о своем родном краю. И каждый ребенок достоин первого места. Мне кажется, каждый очень хорошо выступил. В всем конкурсе, как бы сказать, он развивает детей, потому что ты перестаешь стесняться, ты показываешь каждому свои способности, свое мнение. Должен сказать огромное спасибо организаторам, потому что это замечательная идея, это чтобы наши детишки знали наши традиции, нравственности, обычаи нашего народа. Это вообще прекрасная идея. Всех финалистов наградили почетными грамотами, и в скором времени для них будет организована поездка к мемориалу Ахульго. Напомню, что конкурс был организован Департаментом образования и науки Примуфтеатия Республики Дагестан. В Махачкале установили рекорд по самой массовой утренней зарядке. Стадион Елены Исимбаевой собрал более 9 тысяч человек. Участие в акции мог принять любой желающий, люди всех возрастов. Флэшмоб поддержали известные спортсмены, представители власти, а также общественные деятели. Сертификат, подтверждающий рекорд России об установлении самой массовой спортивной зарядки. Здесь написано количество участников 9 тысяч человек, но сегодня нашим экспертным коллегам, которые стоят сзади, вот в манишках желтых, зеленых, зафиксировано 9 тысяч 545 человек. Друзья, давайте все вместе еще раз активно поприветствуем друг друга здесь сегодня и обещаем начинать каждый день утро с чего? Зарядки! Отметим, что спортивная акция проходила в рамках флэшмоба «Начни утро с зарядки», запущенного проектом «Трезвая Россия» и Министерством молодежи Республики. В дальнейшем эстафету передадут другим субъектам России. Это очень хорошая акция, она, в первую очередь, несет такую важную миссию. Мы говорим о том, что спортом заниматься можно и спортом заниматься нужно. Для этого не нужны какие-то триллионы или какие-то супергигантские проекты. Мы говорим о том, что гимнастика – это такая хорошая, правильная штука, которую нужно популяризировать. И в этом плане мы видим, что сегодня успешную акцию, которая, безусловно, поддержана обществом. А самое главное – это гражданская инициатива. «Легенда» – такое название получила новая книга, посвященная пятикратному чемпионам мира по вольной борьбе Али Алиеву. Презентация издания прошла сегодня в конференц-зале Минспорта. Мероприятие посетили представители спортивной общественности, дагестанские тренеры и сотрудники республиканских СМИ. Автор книги – известный спортивный журналист Мурат Канаев, которому в свое время довелось поработать у легендарного борца в спорткомитете. Он написал ее в кратчайшие сроки – за два с половиной месяца. Месяца назад сажит, говорит, что в юбилейном турнире надо издать что-то солидное, хорошее. Я предложил книжку, говорит, успеешь. Я говорю, ну, в голове многое, многое уже написано, что надо что-то освежить. Но немного переоценил возможность, тяжело. Пришлось, вот сегодня я забрал типографию книгу. Только сегодня, да. Первая часть издания описывает основные этапы карьеры легендарного борца. Во второй очерке посвященные тренерской и врачебной деятельности Али Алиева. Любопытные факты из его жизни. Книга иллюстрирована редкими фотоснимками. Некоторые из них публикуются впервые. Вторая презентация легенды намечена на начало июня. Она пройдет на книжной ярмарке в Москве на Красной площади. А имея такого, как мы имеем сегодня, легендарного Али Алиева, ради чего мы, собственно, стали бороться все. Сегодня о республике Дагестан говорят, как о спортивной державе. И поэтому мы должны, как бы, ну, быть, говорится, в тренде. Мы должны выпускать книги, мы должны написать. Мы должны написать гимн, может быть, Али Алиева. Может быть, нужно, я уже говорил о том, может быть, найти талантливых людей очень много. Выпустить, сделать художественный фильм, сделать. Лакская молодежь за здоровый образ жизни в Махачкале. В спортивном зале имени Гайдарбека Гайдарбекова прошел волейбольный турнир «Кубок Газику Мух» на призы капитана сборной Дагестана 60-х годов Карула Хаомарова. Все подробности в сюжете моего коллеги Камиля Девятова. Спорт-посол мира. Участниками турнира стали 20 волейбольных команд, представляющих села Лакского и Кулинского районов. На торжественной церемонии открытия игроков приветствовали известные общественные деятели и спортсмены. Пожелать красивой, достойной игры и еще победил всем вечером. Всем удачи. Салам, дайку. Желание победить и стать обладателями трофея хотят все игроки турнира. Но победа достается лишь избранным. Желание победить, умение работать в команде и слаженная игра – залог успеха. Чемпионами памятного турнира стала волейбольная команда «Новочертах». Очень сложные игры выдались. Команда, которая вышла с нами в финал, одна из самых сильных команд. Но мы выиграли их. Спасибо им тоже. Очень рады, что выиграли кубок. Мишаала в следующем году тоже выиграем. Турнир призван сплотить Лакску молодежь из разных сел и районов. Несмотря на конкуренцию, на турнире спортсмены приобрели новых друзей. Турнир носит статус памятного и, как утверждают организаторы, он будет проводиться ежегодно. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»